Привет, дорогой зритель! Я думал, не буду показывать я этот картридж, который я заказал в Китае. Думаю, ну что тут такого? Но по ходу распаковки, поснимал уже все пломбы, я понял, что нужно показать. Не для того, чтобы просто появился какой-то ролик, а возможно, это кому-то поможет, у кого такой же надежный, за многие годы зарекомендовавший себя на отлично лазерный принтер Canon LPB 6000. Я на этом принтере, ребята, столько перепечатал. Мы с Валей и друзьям, и знакомым, и по работе, что мы только здесь не печатали. Он через себя уже за 8 или 9 лет столько пропустил, что не передать словами. Почему я заказал именно в Китае? В Украине я посмотрел, есть за 360 гривен такой же картридж на вид, такой же. Но у моего друга есть тоже такой же принтер. И он сказал, что ты знаешь, покупал я этот дешевый, и он буквально через какое-то время начал выходить из строя. Купил другой подороже, и мне понравилось. А тот, что подороже, он по той же цене, что и в Китае. Но другая фирма. Итак, давайте сначала посмотрим сам картридж, а потом дальше кратко расскажу. Сам картридж, вот он, приходит запакованный отлично. Он был запакован полностью, запаян вот в такую вот фирменную упаковку. Здесь написано, что это внутри имеется премиальный лазерный тонер. Подходит для вот этих вот всех типов картриджей, для всех принтеров, LPB. И перечисляются, какие модели. Тип картриджа 912-925. Далее, все это было упаковано внутри здесь. И посмотрите, что на самом картридже идут очень много пломб. То есть, это явно говорится о том, что он новый. Вот эти все держатели, все клеммы, все это необходимо было сорвать. Ну и вот в такой вот упаковке он пришел. Коробка слегка помята, но это никак не повредило сам картридж. Здесь наклейка от магазина на Алиэкспресс. Vitoaliexpress.com Ну и здесь вот вся информация. Можно отсканировать и попасть на магазин. Сканировать вам не нужно, потому что ссылка есть в описании под видео, где я купил. И там есть на многие другие магазины. И даже указана дата 10 января 2019 года. В пути он был больше месяца. Но в Украину Укрпочтой дошло все без проблем. Так вот, почему я решил все-таки вам его показать. Вот лежат здесь два картриджа моих старых. И первое, что мне бросилось в глаза, визуально они одинаковы. Но этот по весу я чувствую, что тяжелее. Да, в нем возможно больше тонера. Но вы посмотрите, что у него есть одна особенность. Во-первых, что мне бросилось в глаза. Видите вот эту шестеренку? Здесь этой шестеренки никогда не было. Я в жизни не видел шестеренки здесь. Чтобы была и для чего она, я не знаю. Но если посмотреть, то она позволяет открывать вот этот отсек. И возможно это улучшит срок жизни. Самое, что ни на есть, мое большое было удивление. Это то, что у данного нового картриджа здесь крышка, чтобы заправлять этот картридж. Да, ребята, много лет назад, когда я только купил этот принтер, тонер этот закончился. И пришла пора либо нести в сервисный центр, либо самостоятельно заправлять. И посмотрев видеоролики в ютубе, начали один за другим мне поступать эти видеоролики в поиске. Но я увидел, что все рекомендуют где-то здесь сверлить дырку, а потом чем-то мудрить закрывать. Зачем это было делать, если можно было аккуратно разобрать его, несколько шурупов скрыть. В общем, я снял отдельный видеоролик. Если очень интересно, как я это делал много лет назад, снимая еще смартфоном, то вот здесь в подсказках есть ссылка. Переходите, посмотрите. Вы можете там промотать, но сама суть, вы поймете. То мне пришел картридж, а до этого я ведь так все и делал. Разбирал, садился, тонера целая куча. Сейчас мне пришел картридж, у которого здесь стояла пломба. Вот она. Здесь эта пломба, она резиновая крышка. Аккуратно поддеваем ее, снимаем и вуаля. Здесь у нас уже тонер. Как же это, ребята, упрощает работу? При том, что я когда его покупал, его цена была около 19 или 18 долларов, я вообще не видел никакой надписи о том, что этот картридж заправляемый. Ну, я понимал, что мне предстоит та же самая процедура, чтобы заправлять. Это очень здорово. Я, конечно же, пломбы сорвал, потому что я в Китай не буду отправлять на ремонт, обслуживаться. Но меня очень порадовал этот картридж. И, конечно же, я оставлю отзыв после того, как мы установим его сюда, в данный принтер. Как он устанавливается? Очень легко. Открываем крышку, открываем еще этот отсек главный. И теперь устанавливаем его сюда. Вот так вставляем. Защелкнули. Все. После того, как мы подключим его к сети 220, сейчас я его установлю над ноутбуком на нашем рабочем месте, после закрытия этой крышки начинается прорабатывание. Я, конечно же, кусок вставлю спустя 2-3 недели, когда он активно себя покажет в работе. Как он работает. И включу массовую печать. То есть, как он будет себя проявлять в массовой печати. Потому что именно на массовой печати, когда ты выпускаешь 50 печатных бумажек, печатаешь листов, то он начинает сильно греться. Лазерный принтер это же мощь. А знаете, что я сделал с предыдущим при разборе? Я случайно, я бы еще много лет пользовался, возможно бы мучился, но пользовался бы этими старыми картриджами. Но у меня случилась беда по моей халатности. Я заправляя и чистя там отсеки с мусором и заправляя тонером, 2 сразу чистил. И с одного из них застряло в лазерном барабане саморезик маленький, шуруп. Я не видел, я его собрал. А там есть магнитный вал, он к нему прилип. Собрал, сложил и всунул в лист бумаги. Я услышал страшнейший скрежет, который резал барабан металлическим этим саморезом. Я быстро выключил, взял. Ну и что интересно, он работал, вырезал. Вот эта вот полоса, нарезка, это и есть от самореза. Да и барабан уже старый, видите, нарезки. Здесь вот это выдавлено. Поэтому в месте, где должна была быть печать, он просто черную полосу выжигал вот такую вот на листе бумаги. Так что через 2 недели я оставлю отзыв. Но для вас это будет мгновение. По одному щелчку и мы возвращаемся в студию. После этого студийного щелчка, ребята, прошло не 3 недели, а целых 3 месяца. Вы только представьте, как я его пытался нагружать, чтобы он показал себя в работе. И по сей день он работает безупречно. Действительно, очень качественный картридж. И если у вас спустя, например, год после публикации этого видео, 2 или 3, возникнут вопросы, а как же этот картридж до сих пор себя чувствует, я вам с радостью напишу в комментариях. Главное, вы мне задайте этот вопрос в комментариях. Рад был с вами поделиться. Он реально стоит своих денег, около 18 долларов. Ссылка есть в описании. И не забывайте использовать кэшбэк-сервис EPN для экономии, чтобы на каждой покупке сэкономить небольшой, но все же кэшбэк. До новых видео. Привет от Валюши. Пока.